Велосезон В Велосезон В Велосезон Я считаю, что у нас сильные гонщики. Они везде у нас. В Питере еще где-то. И даже в Европе выступают за иностранные клубы. Победителем гонки на 55 километров с общего старта стал ижевчанин Илья Белозеров. Перед стартом сезона спортсмен отлично поработал на треке и в результате выиграл этот турнир. Мне в основном помогал трек. Я когда ездил на трек в Тулу, там я учился правильно педалировать. И это мне сегодня помогло. Я хорошо раскрутил педаль. Весь призовой подиум по итогам гонки заняли ижевские спортсмены. Вторым стал Михаил Белокрылов. Бронзу завоевал Максим Краснов. Далее гонболия. Игрок ижевского клуба «Университет» Ксения Трухина вызвана на тренировочный сбор национальной команды, которая проходит сейчас в Новогорске. Спортсменки готовятся к товарищеским матчам с командой из Нидерландов. Они состоятся в голландском городе Алмер 31 мая-1 июня. Вызвано на этот сбор всего 27 гонболисток. А в Тольятти тем временем завершился всероссийский турнир «Лето-баскет» среди юношей 2010 года рождения. Выступали там и мажгинские баскетболисты, и воспитанники наставников Андрея Малюганова и Вячеслава Кулакова. Наши ребята выиграли все матчи и стали победителями соревнований, с чем мы их и поздравляем. И в продолжение темы в зале Ижевской медакадемии прошел открытый чемпионат Удмуртии по баскетболу на колясках. На эти соревнования приехали и гости из набережных Челнов. Зрители, которые впервые познакомились с этим видом спорта, были впечатлены мужеством и самоотдачей участников этого турнира. Во время игры на площадке кипели настоящие страсти. И пусть не все у ребят пока получалось, главное – они вновь вместе и они в игре. Я им всегда говорю о том, что победа – это не только первое место. Победа – это когда ты стал лучше, чем ты был. И вот это самый главный лепротив для них. Самое главное – у них огонь в глазах есть. Они горят, они кричат, они радуются, они друг другу подсказывают. Вот это самое главное. Дмитрий Макрушин из Можги в составе команды ЛОКО выступает уже не один год. До автоаварии он увлекался великоримской борьбой. Мечтал стать мастером спорта. Но страшный диагноз врачей не позволил ему это сделать. Однако Дмитрий не стал сидеть дома. Стал посещать спортзал, выступать на соревнованиях и вновь мечтать о высоких результатах и титулах. Пережил годы 4-5, мне было очень сложно. Но вот познакомился с видами спорта на колясках и начал участвовать в керлинге, бача, стрельба из лука. Начал больше знакомиться с ребятами и больше проникся в спорт. Попробовал себя в этом паралимпийском виде и Алексей Патраков. По правилам на соревнования допускается один здоровый игрок. Алексей этим воспользовался и не пожалел. Говорит, эмоции просто зашкаливали. Это как в новинку, когда забиваешь очки, вот именно с коляски. Это такой кайф, как будто ты первый раз попал в кольцо, но вот вернулся в детство, что-то сделал. И вот такое неподдельное чувство радости того, что ты сделал в первый раз. Ну, эйфория, можно так сказать. Но больше Алексей был впечатлен своими товарищами по команде, которые рук не опускают, играют и мечтают выступать на чемпионатах мира и паралимпийских играх. Ты понимаешь, что, блин, что у тебя, у тебя ничего такого и не происходит. Что, голова болит, ну и что. Там, не знаю, на работе наругали, ну и что. Тут вот, вот, посмотрите, и зарядитесь такой силой. Гости из набережных Челнов заняли на чемпионате первое место. Ижевские команды Лока и Холмы выиграли серебро и бронзу. 7 июня они отправятся в Ульяновск, уже на всероссийский турнир. На биатлонном комплексе разыграны были награды Кубка страны по дуатлон-спринту. На старт заявилось более 100 человек. Все они успешно справились с непростой дистанцией. Где пришлось и бежать, и ехать на велосипеде. Победителями в женской и мужской элите стали Алевтина Стеценко из Мособласти и Максим Кузьмин, представляющий ныне Татарстан. Наш земляк Сергей Захаров занял второе место. Это была последняя информация выпуска. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова